МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните в детстве? Не получишь десерта, пока не съешь и первое, и второе. Какое унижение! Но мы стали взрослыми. Да, почти все взрослые. И поэтому сегодня у нас будет десерт и на первое, и на второе, и на третье. Сладкая жизнь. Настоящая Дольче Вита. Сегодня мы ощутим магию вкуса самых знаменитых, необычных, интересных десертов со всего мира. Попробуем, чем угощает сестра лорда Стоу. Скажите, вы будете доедать? Лучше ты. Похоже, ты отжора. Еще подносит. Спасибо. Разведаем, какие лакомства скрывает настоящий кокос. Это кокосовое сердечко. Оно по консистенции как зефир. Это местный свежий десерт, прямо от природы. Узнаем, что есть на десерт президент США. Вы не дадите мне попробовать немножко галакто-буриков, если осталось что-нибудь после визита Клинтона? У меня лучшие галакто-буриков. Видишь, какие люди заходят. Попробуем удивительную российскую пастилу. Ручаюсь, столько пастилы вы в жизни не видели. Узнаем, почему самое знаменитое после шоколада швейцарское лакомство, названное в честь Люксембурга, это вообще другое государство. Полюбуемся на самый большой в мире торт. Ну, может, не самый большой, но точно один из. Ставьте чайник, потому что начинается сладкая жизнь. Слабости сильных мира, Сибо, это всегда интересно. Потому что слабости – это нечто общее, то, что объединяет важных персон и незначительных, таких как мы. Давайте посмотрим, как однажды президента США потянуло на сладкое. Полагаю, такое происходило не единожды. Но мы изучим тот случай, что произошел в Греции, на Пелопоннесе, в городе Каламат. Захароп... Захаропластио с Киада. Да, это то самое место, где американский политик получил удовольствие. Я тоже хочу. Пойдем. Магазин с самой труднопроизносимой вывеской в мире открылся в 1910 году. Вы только посмотрите на это. Боже мой, как я все это люблю. Здравствуйте. Сол. Скажите, а... Хиллари. Хиллари. Ага. Хиллари Клинтон пробовала здесь знаменитый галактобурико. Галактобурико, да? Галактобурико. Прямо у меня в магазине ело. О, хорошо. Как мне сказали, муж госпожи Клинтон тоже не остался в стороне. Просто реагировал не так живо. Два президентских срока учат быть сдержанным. Вы не дадите мне попробовать немножко галактобурико? Галактобурико? Галактобурико мне. Мне теперь. Если осталось что-нибудь после визита Клинтон. У меня лучшие галактобурико. Видишь, какие люди заходят. После памятного визита заведение Никоса прославилось на весь пелопонез. Да и парню наших галактобурико. Его не только Хиллари любят. Дети от него в восторге. Дети? Да, да, дети. Не только Хиллари. Вы только посмотрите. Сверху славяное тесто, которое в Греции называют пита. А под ним какой-то молочный крем. Ну что, попробуем, что так восхитило Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон. Нравится? Да. Там молоко, масло, яйца, сахар, мука, сливки и тесто. И вот это волнующее сочетание тоненького слоеного теста и мягкого молочного крема. Еще и тепленького. Название галактобурико происходит от слова гава – молоко. Ну и бурек, как в чебуреке. Смекаете? Пирог на турецком. Пирог из тонкого теста с нежной молочной начинкой. Традиционный пелопонезский десерт галактобурико. Мы втроем, я и Чита Клинтон, одобряем. После бурико положено делать так вот. Одно лицо. Похож? А теперь мы в Швейцарии, в Цюрихе. Швейцарцы – зрелый и сдержанный народ, который отказался от варварского шика, богатства на показ, процессий с мигалками и излишнего пафоса. Но есть в Швейцарии чертоги, где по-прежнему царит буйная первобытная роскошь. Это кондитерские. И здесь есть такие места. Вы знаете, я сейчас сам себе завидую, что здесь оказался. Да, недешево. Но за такое не жаль отдать последнее. Лучший в мире шоколад. Торты на любой вкус. Пирожные, чье имя – красота. Сезонный шоколад бывает только летом. Зимой в горах куражатся лыжники, а летом на свежей зеленой альпийской травке пасутся коровы. Молоко – шоколад. Забавно, что речь идет не о коровах вообще, а о конкретных животных. Вот эти плитки появились благодаря Фионе и Альме. Ну и здесь, среди этой безнравственной роскоши, пугающего изобилия, есть сладости, которые даже местная избалованная публика считает особенными. В Тюрихе это люксембургерли. Люксембургерли – маленькие круглые пирожные. Да это ж французские макарони, воскликнули сейчас некоторые из вас. Действительно, сходство есть. Автор люксембургерли, Ричард Шпрюнгли, принадлежит к старинному роду швейцарских кондитеров. В середине прошлого века он стажировался в Люксембурге. Там ему и приглянулись пирожные из двух печеней с начинкой посередине. Вернувшись домой, кондитер переделал их на собственный манер. Фактически, Ричард сохранил форму, но полностью изменил содержание. Придумал оригинальный рецепт крышечек из миндальной муки, белков и сахара. Назвал в честь Люксембурга. А главное, серьезно поработал над начинкой, сделав ее удивительно разнообразной. Начинку для люксембургерли готовят исключительно из натуральных компонентов. Как правило, это фрукты. Вот здесь у нас лимон. Черная смородина. Можно и по цвету догадаться. А вот это золотистая. Ну-ка. Это крем-шампань. Полсотни разных начинок. И все удивительно хороши. Чистое волшебство. Есть и сезонные начинки. Сейчас собирают абрикосы. И вот у нас Люксембургерли. Да. С абрикосовым кремом. Восхитительно. Да. Кондитер изменил и состав самого безе, которое здесь называют труднопроизносимым словом макрюнхен. Рецепт хранится в строжайшем секрете. Но мне в виде исключения обещали его показать. А вот. Благодарю. Ладно. Вы пока идите заварите чай. Увидимся через несколько минут. Ступайте, ступайте. Швейцарский шоколад – лакомство для всего мира. А Люксембургерли – лакомство для самих швейцарцев. Приятное, когда сбывается мечта. Еще приятнее, если она сладкая, причем в буквальном смысле. О, приключенческие книжки. Из-за них я с детства мечтал оказаться в тропиках и попробовать настоящий кокос. Не эти унылые клубни, которые в магазине, а настоящий – из джунглей. И вот они – джунгли на острове Сайпан Марианского архипелага. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет ли у вас чего-нибудь попить? Есть. Кокосовый сок любите? Пока не знаю. Ну, тогда попробуйте, пожалуйста. А, спасибо. Это вот то самое кокосовое молоко, которое мы встречаем в приключенческих романах. Да. Очень освежающая жидкость. И такое впечатление, что как будто бы газированное. Попробуйте вот этот, посмотрим, какая разница. О, то есть можно даже дегустировать? Можно, пожалуйста. Ага. Ну-ка. Этот определенно более кислый. Более кислый, значит, более старый. Элли живет на Сайпане, а родилась в Болгарии. Поэтому знает русский язык. А что еще мы можем получить из кокоса? Из кокоса много чего можно, но сегодня я могу вам предложить специалитет Марианских островов – кокосовое сашеми. Это мякоть свежего кокоса с соевым соусом и васаби. Вот ей ложечка из кокоса попробуйте. Как интересно. Спасибо. Попробую. Можно пальчиком. Я бы сказал, что это слабосоленая лосось. Удивительно. А что говорят японцы? А японцы удивляются, что сашуми можно сделать не из мяса, не из рыбы, а просто из фрукта. Видите, оказывается, что из кокоса чуть ли не полноценный обед можно приготовить. Для десерта я вам предлагаю сначала попробовать кокосовый чипс. Это уже совсем старый кокос. Водичка, которая была в нем, уже превратилась, и мякоть, которую только что вы съели, как сашими, уже превратилась в твердый чипс. Кокосовый орех лежит на земле, и он стареет несколько месяцев подряд. От зеленого цвета он получает вот такой неаппетитно темный прогнивший цвет. И в нем вот такие секреты. Кокосовая стружка, и она, в общем, почти такая же... Как в магазине. Как в батончиках или просто в пакетиках. Только у нас свежая-свежая только что разрубили. Да. Не засушенная, не погромная. Она, пожалуй, помягче. Да. Помягче. Ее и так вполне приятно есть. Очень питательный тоже, высококалорийный продукт. И самое крайнее сегодня, цветочек уберу, это кокосовое сердечко. Оно по консистенции как зефир с вкусом кокоса. Это крайняя вода, жидкость, она превратилась вот в такую консистенцию. То, на чем кокос живет, пока корни не пустили в землю. Кокос живет на этом, поэтому попробуйте. Это как бы сердце кокоса. Это прям такое лакомство, оно воздушное. Это местный свежий десерт. Прямо от природы. В джунглях можно жить просто так, много месяцев подряд. Кокос даст вам все, что необходимо. Это удивительно полезный орех. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я отлично подкрепился. Я очень рада, желаю вам хорошей дороги. Поеду дальше. До свидания, счастливо. Перенесемся в другую часть света. Это Макао. Он давно освободился от колониального владычества. Но один лорд правит в Макао до сих пор. Его зовут Лорд Стоу. При воссоединении с Китаем в Макао менялась символика. И жители в шутку предлагали поместить на новом гербе изображение яичного тарта. А лорд Стоу – изобретатель того самого тарта. Самого популярного десерта в этих краях. К сожалению, лорд покинул свои земные владения. Теперь делами заправляет его сестра Эйлин. Расскажите, пожалуйста, историю этого лакомства. Мой брат Эндрю приехал сюда много лет назад, из Великобритании. Он хотел открыть пекарню. Рецептами никто делиться не спешил. Тогда Эндрю решил разработать свой собственный. За основу взял португальский яичный тарт, как он себе его представлял. Кое-что изменил, добавил начинку. И нарек – яичным тартом, чтобы местные жители понимали, о чем речь. И вы знаете, почему он яичный? Там внутри рот сладкого омлета. Это очень вкусно. Копия быстро превзошла оригинал. Изделия Стоу полюбились сначала жителям Макао, а потом и соседнего Гонконга. Британцев в середине 70-х здесь было немного. И моего брата сразу прозвали «Лордом». Мы так и написали на вывеске, чтобы сразу было понятно, кто здесь заправляет. Угощение действительно достойно лордов. Нежнейшая начинка в хрустящем окружении. Думаю, китайцам оно напомнило традиционный димсам, а европейцам – португальские тарты. Так что все пробовали охотно. И оказалось, что это весьма вкусно. Пошли слухи – к нам стали специально приезжать из Гонконга, чтобы угоститься. А теперь лорд Стоу по всей Азии знают. Скажите, вы будете доедать? Лучше ты. Похоже, ты обжора. Еще подносик. Спасибо. Да, аппетит у меня действительно неплохой. Но ведь мне за это и платят. Ну как, чай еще не остыл? Так давайте поговорим о литературе. Знаете, что объединяет писателей Крамзина, Ложечникова, Пильника и даже Чехова? Ни за что не догадаетесь. Раскрываю секрет. Каждый из них упоминал в своих произведениях коломенскую пастилу. Я слышал, что слово «пастила» происходит от латинского корня. Что-то вроде «достанем же кинжалы во славу Цезаря». А у вас какое мнение на этот счет? Да я тоже практически согласна, но не с кинжалами. Высушенная лепешка – мучная или фруктовая? По стилье – итальянское слово. А как появился этот промысел в Коломне? И как давно, и каким образом? Может, 12-го, может, 14-го века. Причина появления пастилы – яблоки. Вернее, их избыток. В 18 веке сколько у нас, дай бог памяти, 487 садов вокруг Кремля. Да, и возникает вопрос, куда одевать такую прорву яблок. Мочили, сушили. Тонким слоем пюре высушивали. Скажите, а с тех пор рецепты какие-то сохранились? Ну, конечно, сохранились. Первый раз мы, конечно, проводили исследование, первый раз пастила, именно как лакомство в России упоминается в домострое, как густой застывший пал едла с патокой и с мёдом. Из чего делается пастила? Из яблок, из яблочного пюре. А чтобы получить яблочное пюре, яблоки нужно запечь сначала, сделать их мягкими. Яблоки становятся мягкие, потом на решето, на сито, протёрли ложечкой каком-нибудь хорошенькой и пюре. Мы получаем вот такое пюре. Угу, пюре. Ещё одна хитрость есть. Не каждый её открывает. Я никому, только между вами, нами, двумя. Пюре нужно охладить. Угу. Ну, сейчас в холодильник, а раньше на ледник. Часов восемь, чтобы подумала. И водичка лишняя. Слышали? Выделится. Охладим, чтобы подумала. Затем пюре надо взбить. Сейчас есть миксеры, а вот раньше говорят, чтобы получить приличное качество, надо было орудовать мешалкой 12 часов. Вручную. А как проверить качество? Прям вот так, не стесняясь. Зачерпывал пальцем. Хочется попробовать? Очень. А вам? Я терплю. И я пока терплю. Но у меня терпение уже заканчивается. Можете попробовать. Да. Можете попробовать. А неплохо. Действительно, такая воздушная масса. А если добавить еще ягодок, восьмую часть по рецепту больше нельзя. А то не будет, воздушность пропадет. А что дальше происходит с этой воздушной массой? А потом правильно выложить нужно. Выкладывают на рамки. Пяльца. Потому что напяливали ткань. Ткань напяливали. Можно я пальцы обрежу? Да, конечно. Ну и тогда я тоже, может быть, не совсем светски. Да. Зато очень вкусно. Самый простой вид пастилы – смоква. Добавляешь патоку в яблочное пюре и сушить. Хотите в бане сушить? Хотите на подоконнике? Хотите спить? Скажите, а что нужно для того, чтобы приготовить пастилу дома? В первую очередь. Любовь, терпение. Любовь, терпение. И сколько килограммов яблок? Ну, сколько возьмем? Ну, возьмем 2 килограмма яблок. Итак. Запекаем яблоки, антоновку или гибрид, затем протираем. Должно получиться примерно килограмм 600 граммов пюре. Охлаждаем. Добавляем 200 граммов клубники, 3 взбитых белка и 400 граммов сахара. Перемешиваем миксером. Застилаем противень бумагой для выпечки. Тонким слоем выкладываем пюре и отправляем в духовку. Самое главное – температура. Начинаем с 60 градусов и в течение 8 часов понижаем до 40. Это самый сложный этап. Многие на нем терпят поражение. Но ведь мы с вами не из таких, не так ли? Рецептов приготовления пастилы много, и лакомство бывает очень разнообразным. Каждая хозяйка может дать волю фантазии. Спасибо, Пастилы. Спасибо. Антон. Прошуете сначала, а потом задавайте вопросы. Извините, я хотел сказать, что никогда не представлял, сколько видов пастилы существует на свете. Сколько их всего? Больше 50 сортов. Вот это что? Да это просто главная пастила на наших вазах. Коломенская, значит, сахарная, классическая, рыхлая, белопенная, пышная, как плечо купеческой дочери. Поэзия. Недаром среди любителей коломенской пастилы числятся столько писателей. Пушкин точно ел 27 сентября до 1832 года. Даже бросил писать письмо своей дражайшей Наталье Николаевне. Интересно, какую пастилу ел Пушкин? Коломенскую. По рецепту 18 века. Вот такая. Достоевский, говорят, предпочитал сорт белая палочка. А еще были яблочно-ягодные зефиры с лепестками розы, подушечки с брусничной помадкой, многослойные пастилки, муфтовая с миндалем. Хранилась и перевозилась в деревянных ящиках, именуемых муфтами. Видите, сколько всего? Сейчас многие люди враждебно относятся к десертам из-за различных диет. Как в этом отношении ведет себя пастила? Ну, могу сказать, что в пастиле сахара-то не очень много, а муки-то совсем нет. Мы говорим, вот наши пирожные, их можно даже балеринам. Чтобы быть всегда тощим. По моему мнению, коломенская пастила выглядит отлично, даже на фоне лучших десертов мира. Какая больше понравилась? Когда эти тарелки опустеют, я вам скажу наверняка. Среди сластей имеются и свои рекордсмены. Одного такого я встретил в Норвегии, в городе Ставангер. Рекордсмен стал подарком на юбилей тетушки Ингрид. Популярнейшей телеведущей, которая десятилетиями открывала публике новые рецепты. И, как считается, повинна в том, что норвежцы увлеклись домашней готовкой. На день рождения Ингрид получила царя всех тортов. Вы только посмотрите. 10 метров, 3000 порций. Мягкий бисквит, нежнейший крем. Счастье для всех. Даром. И никто не уйдет обиженным. Думаю, это большее, чего может добиться в жизни автор кулинарной программы. А теперь отправимся в Испанию, на юг страны, в регион Мурсия. Это щедрая земля, которую раньше называли Садом Европы. А еще родина одного из самых странных десертов мира. Он называется… Вот его название мне никак не дается. Скажите, вы не могли бы приготовить мне пароходос? Возможно. Наилучшие лимонные листья. Вы посмотрите, какая фактурка. Прекрасная. Я выбирал очень придирчиво. Перфектус. Нужны еще яйца и молоко. Ну, то есть, как ни странно, листья лимона – это главный ингредиент блюда. Точное происхождение десерта неизвестно. Но Мурсия – столица лимонов. Неудивительно, что здесь появилось такое лакомство. Полагаю, корни у него арабские, ведь в провинцию основали марокканцы. Они разбили сады, завезли лимоны и корицу. А само слово непонятно, что означает. Его по-разному используют в Мурсии. Раньше, когда кто-нибудь помирал, неизвестно от чего, тоже могли сказать «папарахотас». То есть, это слово, оно очень красивое, но не имеет определенного значения. То есть, может иметь разные значения, в том числе и карачун, например. Пеппи, откуда вы узнали рецепт параходас? Антон, нет, 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 нет. По-па-ра-хоте. По-па-ра-хоте. Ну, я помню, что-то такое с трубой по реке плавает. Это традиционный семейный рецепт. Я, например, узнал от мамы. Она все делала на глаз. Сахар надо сдобрить корицей. Удивительное дело. Лимонные листья, свежесорванные, просто обмакивают в тесто и тут же выкладывают на сковороду. Жареные листья, господа. Чудеса, да и только. Антон, готово? Воно. По-па-ра-хоте. По-па-ра-хоте. Ну что ж, попробуем. Отлично, только листья... Попался? Его есть не надо. Ну, я должен сказать, что и с листом довольно вкусно. А мы всегда так шутим над приезжими. Наша мурсианская острота. По-па-ра-хоте. Ахапка листьев – горсть теста. Десерт, да и шутка, отличный. Нет на свете такой культуры, в которой не нашлось бы места десерту. Может, правы те, кто утверждает, что десерт – не просто еда, а философия, которая учит нас всегда оставлять что-нибудь на сладкое. Вот и все на сегодня. Надеюсь, созерцая эти лакомства, никто из вас не сорвался и не нарушил диету, а? Но если немного и нарушил – не беда. Все мы заслужили малость сладкой жизни. До встречи на моей планете! Субтитры создавал DimaTorzok